Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Комплекс мероприятий по усилению мер общественного порядка на период новогодних праздников и каникул. Об этом говорили на заседании АТК. Оказание бесплатной юридической помощи, проект бюджета на 2023 год и другие вопросы обсудили сегодня на 43-й комиссии Народного собрания. Новые возможности для представителей малого и среднего бизнеса. В Черкесске прошел семинар, на котором эксперты говорили бы о онлайн-торговле. Он благочестиво служил правде. Вечер памяти народного писателя Сергея Петровича Никулина прошел в детской библиотеке, которая носит его имя. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов вместе с начальником Главного управления МВД России по СКФО Сергеем Бачуриным провел совместное заседание антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка республики. Основная тема – консолидация сил и средств органов государственной власти, безопасности и правоохранительных структур в преддверии новогодних праздников. «В этом году мы сознательно отказались от излишней праздничного контента, массного гуляния и праздничных концертов. Но вместе с тем все новогодние утренники и представления для детей пройдут согласно плану. Новый год – это прежде всего праздник для детей, и мы должны обеспечить не только его организованное проведение, но и обеспечить должный уровень безопасности», – отметил глава Карачаева Черкесии. В ходе совещания обозначили комплекс мероприятий на усиление мер общественного порядка на период новогодних праздников и каникул, особенно в местах массового скопления детских коллективов. Рашид Тимрезов высказал уверенность, что в республике налажено тесное взаимодействие со всеми правоохранительными структурами, в том числе с Главным управлением МВД России по СКФО. «Все работают четко, понимая главную задачу – обеспечение безопасности людей и государственных интересов. Такое сотрудничество позволяет спокойно решать социально-экономические задачи, сохраняется стабильная общественная политическая ситуация в регионе». И сегодня же глава республики Рашид Тимрезов за весомый личный вклад в укрепление правопорядка и борьбу с преступностью вручил начальнику Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковнику полиции Сергею Бачурину высшую награду республики «Орден за заслуги перед Карачаево Черкесской республикой». Руководитель региона считает, что подразделение, которое возглавляет Сергей Викторович вместе с коллегами из республиканского МВД, в течение многих лет достойно несут службу в тесном сотрудничестве с органами государственной власти Карачаева Черкесии. Профессионально выполняют поставленные задачи по обеспечению правопорядка и безопасности. Рашид Тимрезов выразил благодарность за совместную работу и вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе. Сегодня состоялась очередная 43-я сессия Народного собрания Карачаева Черкесии, на которой депутаты рассмотрели ряд законопроектов. О наиболее важных из них расскажет Мурад Джанпёсов. Депутаты единогласно приняли решение о внесении изменений в закон об оказании бесплатной юридической помощи. В соответствии с ним расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение услуг, оказываемых Государственным юридическим бюро. Это герои Российской Федерации, герои социалистического труда, герои труда Российской Федерации, герои Советского Союза, вдовы и семьи погибших, умерших ветеранов боевых действий, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, также вдовы сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Согласно обновленному законодательству, отныне назначение и выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка будет осуществлять фонд пенсионного и социального страхования. Выплату будет осуществлять единое учреждение по единым правилам выплаты, потому что, учитывая то, что выплата будет включать 6 прежних выплат, это беременным женщинам на первого ребенка, на второго ребенка, на третьего и последующего ребенка, от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет, практически, конечно, эти выплаты осуществляются по разным правилам. Сейчас будет единое унифицированное условие выплаты. Для того, чтобы привести в соответствии с федеральным, в региональный закон вводится понятие «инвалид». Это сделано в связи с тем, что действующее федеральное законодательство не отождествляет две категории – лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, признанных инвалидами. Также вносятся изменения в республиканский закон, определяющий правовое положение, основные задачи и полномочия уполномоченного по правам ребенка. Цель еще одного принятого законопроекта – консолидация в одном нормативно-правовом акте всех видов регионального государственного контроля и надзора, осуществляемых на территории республики. Депутаты поддержали изменения в проект закона о регулировании вопросов в сфере организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Цель этих изменений – снизить бюрократическую нагрузку, повысить оперативность и упростить процедуру капремонта. Всего депутаты рассмотрели 27 вопросов. Автоавария со смертельным исходом. Накануне на федеральной автодороге МЦО Архыз произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель легковой автомашины ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовой автомашиной. В результате происшествия погибли водители и два пассажира легковушки. С сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Автоинспекторы еще раз обращаются ко всем участникам дорожного движения, призывают быть бдительными и помнить, что дорога – это источник повышенной опасности. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью в горах порывы до 15-18. Температура ночью минус 3 плюс 2, днем 8-13 градусов выше нуля, а в горах до плюс 7. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1, а днем 8-10 градусов тепла. 5-8-5 золотой. Лучший момент. Сейчас. Сейчас. Скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом. Всего от 4 680 рублей. Лучший момент. Сейчас. 5-8-5 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. В малом зале правительства Карачаевой Черкесии сегодня состоялось подписание отраслевого соглашения между руководителями регионального Минобра и Республиканской организации профсоюза работников народного образования. Инна Кравченко и Марина Чочаева отметили важность взаимодействия и дальнейшего плодотворного сотрудничества. Также представители ведомств и профсоюзные организации рассказали о выполнении прежнего трехлетнего соглашения по учреждениям, которые находятся в ведении Министерства образования. Докладчики указали на бесценную помощь профсоюза в мероприятиях, связанных с деятельностью педагогов и воспитателей, повышением их квалификации, социальной поддержкой и так далее. Благодарственными письмами был отмечен активный труд и успех рядом муниципальных управлений образования, а также общественных организаций Карачаева Черкесии. Возможности онлайн-торговли. Под таким названием в Черкесске прошел семинар для представителей малого и среднего бизнеса, организованный при поддержке правительства республики. О возможностях интернет-торговли рассказала федеральный тренер Школы российского экспорта, кандидат экономических наук Оксана Воронкова. Участники обсудили модели маркетинга, продажи и способы ведения экспортной торговли, подробнее рассмотрели такие вопросы, как оплата товаров покупателями, существующую государственную поддержку и другие темы. На практическом занятии обсудили особенности модели своего бизнеса и определение его степени подготовки к онлайн-экспорту. Цель семинара – сформировать у субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаева Черкесии базу знаний для успешного и эффективного старта онлайн-продаж за рубеж. Мы рассматриваем, как можно выходить в каналы онлайн-торговли, расширяя свое присутствие на внешних рынках, будучи доступными любому покупателю с любой точки земного шара. И мы рассматриваем вопросы, как выходить на маркетплейсы, какие маркетплейсы, соответственно, использовать, как подключать здесь государственную поддержку, потому что сегодня у нас центры поддержки экспорта могут открывать аккаунты бесплатно для своих предприятий в регионе, чтобы они заключали экспортные контракты и продавали на экспорт. И как учесть при этом все эти вопросы, связанные с фулфилментом, оплатой, логистикой, хранением на территории зарубежного государства. Ну и учитывая, что у нас сейчас самый крупный маркетплейс и в России, и в странах Евразийского экономического союза – Вайлборис, мы останавливались на калькуляции цены на примере Вайлборис. А как вы оцениваете потенциал бизнеса Карачаева-Черкесии, малых и средних? Первое впечатление? У каждого есть потенциал, тем более, что у вас очень хорошо развита текстильная отрасль. И как раз-таки для текстильщиков онлайн-экспорт – это номер один. Есть возможность привлечь как клиентов физические лица, которые будут покупать вашу продукцию, так и, соответственно, оптовых покупателей, если речь идет о системе B2B-продаж. В декабре исполнилось бы 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны первого народного писателя Карачаева-Черкесии Сергея Петровича Никулина. В Черкесии состоялся вечер памяти. Он благочестиво служил правде. Мероприятие прошло в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина. Подробности у Али Баташева. Именно они, писатели и поэты-фронтовики, проведя свою молодость на полях сражений, донесли до современного поколения историю человеческих судеб. Сергей Петрович Никулин ушел на фронт 19-летним юношей и прошел через всю войну. Он автор книг «Люди с красной повязкой», «Белые лебеди», «До Берлина было далеко», «На безымянной высоте», «Мгновение ярости», «Мы дети твои, Россия», «Ты такой» и «Я такой». Писал о войне, о жизни в тылу, военное время. Достоверность и художественная выразительность прозы фронтовика покоряет сердца читателей разного возраста. Читаешь, и комок подступает к горлу. Вспоминаешь непомерную тяжесть женского труда и настоящий героизм всех тех, кто приближал победу над фашистами, говорит почетный гражданин Черкеска Зоя Псху. Таких обозов еще никто не видел. Впереди три лошаденки тянули три повозки с зерном, а за ними другие повозки. Но в упряжках не лошади, а же коровы, а по бокам их пристяжных женщины. На коровах ярмо, на женщинах лямки. Разве это можно спокойно читать? Сейчас мне уже сколько лет, за 80 далеко. И то читаешь, когда читаешь там, слезы на глазах появляются. А в войну, тем более после военных годов, помнишь. И сразу читаешь его рассказы, и знаете, сразу встают картины тех лет, которые пережили. Это дает пережить то, что мы не пережили. Нас не было тогда, но читая произведения или их рассказывая, особенно в них вникая, мы проживаем то, что было до нас. На мероприятии говорили о творчестве Сергея Петровича Никулина, вспоминали его биографию. Звучали песни Булата Акуджавы и стихи военных лет в исполнении студентов Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Так в блиндаже хранят уют, коптилки каросиновые. Так дыхание берегут, когда ползут сквозь минный вой. Так раненую кровь хранят, руками сжав культяпки ног. Еще несколько лет назад мы подумать не могли, что вновь станет реальным и действительно актуальным вот этот призыв защищать Родину. Но снова мы видим, что снова такая необходимость возникла. И вы прекрасно знаете, что и наши земляки, и добровольцы, и солдаты всей страны нашей сейчас выполняют очень важную задачу. Более 40 лет Сергей Никулин проработал в главной газете Республики «Ленинское знамя». Щедро делился своим опытом с молодыми авторами, а своими воспоминаниями в программах на Республиканском радио. Хотя отдельные произведения писателя-фронтовика переведены на 18 языков мира, но в архиве писателя есть неопубликованные материалы. К примеру, одну из повестей, написанных им, можно прочесть только в библиотеке имени Сергея Никулина. Али Баташев, Олег Монхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин